отжахурик маленький не будем смотреть на ножах просто реакция моя на еду буду есть холодный если честно говоря не такой вкусно но я голодный силы энергии еды мы подзарядились ну а вы накрывайте на стол или бы там берите самый вкусный чипчики кока-колу если вы готовите готовить если вы ложитесь спать включите реакт перед сном и просто вам хорошего настроения привет родные привет роднульки с вами радик сытый и довольный и мы начинаем смотреть на ножах раз-два-три поехали я вот обожаю хочу пульку вот это уберешь выживаешь даже холодно вот этот солененький сыр сочетаю с хлебушком с яичком бах намазом съел такой вот выпечки есть определенную суть в них как будто вот прям настоящая душа живет вот он как ребеночек так сбуха сбухивает такой становится мягенький все такое тепленькое запах какой просто ну я не знаю хлеб надо было назвать роднулька но короче все едем урал край мастеров искусных именно сюда в самое его сердце город екатеринбург приехал наш самый добрый повар который перестал гнобить всех орать на всех и просто когда вкусно тогда вкусно мастер шеф ивлев недаром ведь об этом уголке земли русской столько сказок и легенд сложено сегодня пойдем против всех правил черт возьми и посмотрим эту вставочку тор украл у малолетки молоток не мать не нашли бы кувалду какую-нибудь такую прям мощную чтоб прям вот колорит был нынче прическа на мне не матнявая матнявая для какой монтаж вот ты как у меня получился каменный цветок это железная то какая надо подковать его еще чуть немножко шеф ивлев на все руки мастер и ножом орудует и молотом жаль вот только рестораторы местные сидят и вуз не дуют меня зовут софия я хозяйка рум кафе 2008 году мы открыли первое кафе круглосуточное формате топ меню а дальше наша сеть росла было три ресторана но сейчас к сожалению осталось вот это вот кафе оно было самым прибыльным очень любимым жителями этого района популярность наша упала по днем у нас просто бизнес-ланчи а вечерний ну не скажу что плохо вы кстати говоря ну конечно я вот не люблю вот эти вот травушки вот по бокам тарелочки соус там намазанный ну как-то я считаю что должно быть более сконцентрировано в одном месте и время в ночное время у нас как автопати кстати если кто-то не пробовал никогда микрогрин ну это то есть эта травушка муравушка вот эта маленькая которая насыпана я вам советую попробовать начать пробовать микрогрин хотя бы просто с редиски вы попробуйте вот эту маленькую травушку редиски вы просто обалдеете от того насколько ну и главное что подберите ну как бы надо немножко жульничать и вот видите вот микрогрин где продается попробуйте вот этот кусочек да даже можно обязательно покупать реально чуть оторвите попробовать никто не заметит редисочку настолько сконцентрированный вкус редиски в каком-то вот таком милипусеньком лепесточки реально вот прям завтра зайдите в лавку и опустите ее на микрогрин из редиски но до лютого не доходите потом когда попробуйте в директ в телегу в комментариях пишите потому что все эти как бы соцсети есть у меня телега в к туда подписывайтесь и соответственно пишите редиска не редиска заканчивается платить не хотят тару тут драться начинает я понимаю что мы не развиваемся дизайн еще твичи заходите на стрим понравилось это дело не менялся и мебель немножечко устала у нас очень дайте отдохнуть пиццы пасты япония горячие супы тут все есть я жадная у тебя как пылесос мне прям жалко блюда какие-то выкинуть из своего меню нагрузка очень сильные на кухню за такого количества позиций у нас немножечко нехватка персонала есть на невском такое заведение на несколько гру можно на несколько не знаю когда от первое время приезжал или не пункт называется заведение но рядом с московским вокзалом короче на лиговского наверно вот и она работает круглосуточно типа вот так большой при большой прям типа рейстика и вот они приносит мне меню там есть все блять все от оливье до не знаю сжженного линолеума как бы ну и причем как бы все такое знаете одна вкусная реально одна вкусно роллы есть там пиццы есть салат есть и причем как-то выглядит вроде неплохо вот мы принесли оливье ни о чем ну и ценит не прям гипербольшой такой средний чуть ниже ну может средний да вот вспомню напишу короче чему я вообще говорил этот потому что если вот я захожу не знаю город и захожу в заведение которое тоже не знаю просто просто есть хочу и вот мне дают подают это меню и вроде смотрю люди все красиво я думаю сейчас все так уже реагирует там просто тысячу блюд уже сразу же какие-то сомнения происходят то есть нету сука души здесь здесь не было когда посадка бывает пор не хватает мы ничего не успеваем персонал мы ищем но люди просто не идут менеджеров у нас много директор разделил свои полномочия между троими я слежу за правильностью работы построения структуры и обучение персонала женя это наша управляющая она может тут днями ночами просто быть 24 на 7 она не уходит никуда есть даже не смена утром было то что делал я как менеджер я считаю что это должен делать шеф моя задача контактировать с шефом он не должен передавать информацию я должна доносить до своего персонала с 11 тем чтобы на кухне все было старт стоп листы я просто не понял а чувак что вообще должен исполнять менеджера то есть зачем ее позиция нужна выручку у нас ресторан строгого режима спокойно работаем в такой системе я кайфую от своей работы на софе такой человек яркий что она готова к каким-то изменениям прям кардинальным я написала в программу на ножах чтобы вернуть блуз славу нашего круглосуточного рум-кафе понять для себя точки роста константин ивлев пожалуйста прийти к нам в рум-кафе помогите я просто зачем 24 часа зачем ну конечно хорошо но мне кажется не не формат не данного заведения но хотя бы работайте вы тогда не знаю блядь не все равно 624 часа это круглосуточно и как вы видели какой какой пресса прекрасный человечек тут просто вы посмотрите 8 ты как боже мой я обожаю такое солнышко капец просто просто милый минута милоты я не могу более красиво девчонка 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 все дочь хочу всей капец все . . первых клиентов и былой успех официанты и повара терпят ночных гуляк и едва справляются с раздутым меню а управляемцы закрывают глаза на реальные проблемы и душат персонал штрафами похоже работенки у шефа будет немало ну что наконец-то я добрался до урала город екатеринбург меня пригласили в один ресторан славятся хорошей кухни хорошим сервисом и вообще почти у них нет проблем куда так бывает иногда на руси но пригласили значит есть проблема конечно пойдем проверим может быть константин очень приятно константин ангелина очень приятно константин зашел в заведение аж его не сразу узнала так прекрасно упаять леди веранда д ути-пути какая она маленькая он прикольненький он сразу как произошел пошутил немножечко хочу вас вот вкусно есть лимонадок зеленый мыс давай зеленый мыс даже научить то сколько у вас барахла на столе и хочется чуть посмотреть мне кажется минут через сорок ладно и обжидел я тогда вообще от дар речи потеряла смеялись прикольно итальянский понедельник грузинский вторник семейное воскресенье итальянский понедельник грузинский вторник это что за хачапурня блин крепкая суббота два сета шота выбираю любой сет для дам сет для мужчин а может и хочу сад для дам семейное воскресенье закажи на 1750 рублей и выбери для своего малыша три блюда из детского меню в подарок предъявить документ на ребенка типа предъявить документ нужно что типа вот смотрите в паспорте ну дочь моя точного свидетельства о рождении теперь нам можно поесть мария сколько информационного потока раз два три четыре пять как будто книжный магазин пришел просто и гвоздь в этот гроб 6 само собой многие это не читают зачем владельцы стратят столько денег вот на это не понимаю то что очень много макулатуры очень много меня да мы сегодня кстати тоже я вот этих тех атипуре я брал предоставили мне грузинский ресторан принесли мне грузинское меню русское меню винную карту и карту с чаем я такой думаю что это такое вообще то есть смотрел грузинское меню посмотрел там русскими там три четыре страницы почему грузинское меню там много было много вариаций еды ну не знаю мне жалко поваров реально жалко поваров здравствуйте мы так рады а вы кто приехали я хозяйка этого заведения да здрасте а вы что екатерина менеджер управляющий виния садитесь девчонки как вас много то какие вы милые мы безумно рады что он приехал мы как бы 12 лет работаем в таком формате у нас в принципе все хорошо у нас есть гости больше всего мы блещем в ночное время у нас повара узбеки поэтому нас каждую ночь плов масляный жирный невкусно я понимаю необходимость что меню надо меньше но я вот прямо не могу на это решиться а что тебе мешает все-таки остановиться вот от этого избавиться вот от этого шлака может быть какой-то момент что мы так делали всегда не жалко шефа потому что вот это меню содержать это ужас какой-то и я как правило в таких заведениях боюсь есть потому что обязательно что-то будет кислое тухлое просроченное и тому подобное я уверена на сто процентов да это просто жену сотни продуктов каких-нибудь и должно содержаться в холодильнике это не знаю большая ли у них кухня сколько у них ну там должно быть пять шесть холодильников чтобы все это содержать это все в одном то есть товарного соседства ну как бы ну чистая общага в каждом блюде своей кухни но проверяют получается ты все держишь под контролем а зачем тебе тогда управляющая чтобы все работало чтобы уровень ответственности людей контролировать потому что люди привыкли методом кнутая пряника работать по-другому не умеют спасибо большое сладко я тебе вот как профессионал вот сразу же да то есть могу сказать что у тебя устали повара даже взять вот это напиток отвратительный сразу видно что сироп чешовый говорит о том что бармен делают уже на автомате лишь бы сделал мне не нравится как я выгляжу в этой футболке просто с рубашкой бог еще более-менее зая застегни пожалуйста то тут можно поехали потому что он уже устал он невкусный ужасный на мой вкус досконально сладкий ну чё девочки поработаем будет критика будет не сладко официанты ну конечно переживают это видели просто давайте посчитаем видов разных блюд а вот это я читал это не читал 65 видов блюд возможно где-то я ошибся возможно пересчитался ну смысл понятен от этого просто с волосы встают дыбом вот просто посмотреть вот на эту картинку да грубо говоря этого вполне достаточно чтоб поесть всем не угодишь это же вижу понятно грубо говоря контент реакции всему кому-то нравится кому-то не нравится кто-то нравится определенный там блогер кому-то другое нравится то есть невозможно потех подстроиться и не нужно потех подстраиваться возможно даже очень хорошо что есть куча разных вариантов почему они переживают если мы они переживают у нас команда все романда солнце мое иди ко мне вот из этой портянки хочется попробовать розбив по-английски сезарь по-черкесски это как это чуть не понял мы адыгейский сыр обжариваем вместе странно по-черкесски девушку побродит но звучит интересно кстати такого никогда не видит местной цветок тортилья не бежит и тупо фарш просто ну ладно сюда цветочки картили делать ну давай давно уже не видела ты шляпка какая-то сейчас ну еще и японии есть гулять так гулять а пусть мне японский повар сделает ролл японский универсальный повар которым он гордится мне кажется узбеки и таджики у нас работающий на кухнях они умеют все еще то есть это каждому можно дать уже звезду мишлен просто они знают столько видов куха ни один повар не знают когда я увидела заказ константина я сразу поняла это все кекс апельсиновый шеф-салат розбив аби темпура рум-бургер с цыпленком квадроформат g30 лазанья мясная без строганов мамина рыбка и ролл на усмотрение шеф-повара постараемся справиться давай давайте работу все нормально будет не быть не очень там боюсь я постараюсь чтобы он сказал что вкусно молодцы на кухне уже закипела работа шеф чтобы скоротать время и следует владение хозяйки соль как тесно и вот здесь вообще ничего модного нет здесь все как да нельзя очень просто реально ну мебель просто незатейливая посуда недорогая дизайн в стиле дешево сердита и мрачно старый ну не мрачно не надо тут нагибать ну не мрачно просто просто и голые столы потрепанные занавески вечные новогодние гирлянды и одинокие цветы в неприглядных горшках атмосферка как раз под стать ночным гулякам а не уютным семейным посиделкам мы будем посмотрим что там здесь я смотрю вкусовая лаборатория а это вы мой лимонад изучать что мы попробовали его переделать может попробуйте вот такой вариант уже третий раз его переделываю убрали химию базилик есть огурец есть киви нету тарху на нету добавь сюда например апельсины и просможешь будет когда вот он нельзя было вниз первый раз делать шляпу вот это вот я очень люблю лимонады такие вот самодельные вот заказываю заведение у меня все время начинается дилемма гребаная сладко будет ну и либо либо нет короче буду редком случае приносит прямо лимонад а бывает такой пьешь чисто сиропской китал по-другому вообще не скажешь вот сплошно этот сахар то какой-то тягучий актив влезает он допишь так попил воды нужно теперь еще просто тупо воды попить и вот не хочется все время сказать типа знаете переделываете сделать их нормально как бы и у нас так всегда делают но это шляпа и участники вот мы переделаны смотрите пожалуйста что за бред уже все зачем поезд ушел уже посоветовал что можно сделать вот на этот раз все хорошо получил просто ну кому он ты чё сам не пробуешь ты не понимаешь но если тебе очень сладко и тебе это в кайф только другой разговор но но быть же понятно ты же должен попробовать сам зачем вот это вот выданье на похер это витрина что ли похоже на витрину какого-то дюшманского придорожного кафе вот эти камушки вот эта лампа у тебя новый год до сих пор никто не разобрал видишь ну как можно гнилой апельсин держать на витрине да немножко все застоялось это полный при виде такой витрины аппетит я не чуду как бы ничего сложных и так все понятно апельсин вообще какой-то не знаю скучный грустный вот эти какие-то они некрасивые все не разгуляется может фирменный салат от шефа впечатлит константина шеф салат что-то не так мне страшно стало просто это стиль салатов 2000-х годов а позови меня софию понятно софи смотри гнилой черри помидор даже пробовать не буду извини понимаешь да он это замаринованный попробуем спасибо нам важно красиво качественным и вот ты не красиво шеф не стал пробовать салат помидор гнилой вы видели это почему положили нужно мы торопились мясной цветок спасибо зови софию ну мясо мне кажется сухое но блюдо такое для тех кто любит чисто мясо и обновил хлебный бытым мясной смотри прям сверху лежала это поняла да ну гниль даже не буду есть как это можно было так как и всем другим вашим гостям вот так вы хормите гнильем второе блюдо шеф не стал пробовать влажаем по полной прыгаем и смотрим как вот так вот золотые мои это катастрофа и по-моему вот он какой не сыром все но интересно пока говорит ну так как обычный цвет посыпано пармиджаном наверно им до дешевым значит как ни странно но выбрать либо на сыпь грязный это говорит о том что масло было перекаленное посмотри вот видишь кусочек сыра вот он лишь какой красивый колер а это грязный весь то есть либо сковородки не моют либо масло перекалили ну конечно не хочется то есть я не понял но вкусно невкусно это цезарь короче смотрите он его есть не стал коротко такое что будем делать у нас третье блюдо как бы отказываете гости до этого все довольны никакого претензий еще не ты потому что ну мы тоже все не все себя ценим обычно и как бы пробуем таки ну вроде нормально мы такие просто люди грубо говоря таки ну вроде норму жучу как ругаться не хочется настроение портится не хочется там так далее вот этот момент вот такой вот ты вроде пришел покушать поел вроде не недоволен остался а вроде и доволен и не понял ничего вообще мне там ребята которые повара рассказывали когда работали на кухне какие-то ужасные вещи мне не рассказывать что просто тухлейше мясо подают просто их в лимоне там вымачивают мариновую там человек даже ничего не чувствует он почувствует только потом не думаешь вот отличные отношения и би темпура креветки это относится к японской кухне причем тут петрушка зачем удорожать блюда может кинза листья салата значит соус консервированная теперь что касается креветки темпура это больше похоже на какой-то кляр это не аби темпура это уральский закос и вкусные исчезли поняла передам да да мы сюда прям их целью читали одним из коронных наших блюд оказывается нет тяжелый жирный кляр согласно я прошу вас собраться взять себя в руки и отдать очень вкусное хорошее блюдо постараюсь как можно да я даже не думала что не понравится потому что у нас гости всегда довольно а все по сравнению познается вот если вы никогда не пробовали шикарнейшие и бы темпура ты вы никогда не узнать это они или нет ну то есть я в них не разбираюсь мне бы до лет кому наверное вкусно наверное нет здесь вообще он сырое мясо ооо да прям реально сыр соленая такая обзади софию да константин извини меня пожалуйста но еще пока ни одного блюда нормально не съел это как он жарил мясо и смотри здесь как-то оно дошло а здесь оно не дошло я тебя попрошу попробуй но очень соленая соленая у них это попробуйте сами вот просто галимая соль соленая до ты чё не вкусно это и станет такое туда-сюда сейчас начинается мы боялись на что пицца не понравится им эти 4 формат же ну смотри ты же убираю здесь а тесто вообще сыра не сыр хороший тесто хорошие короче есть можно но запор обеспечен ну вот смотрите теперь вот сама ситуация в зале никого нет он только один по факту блюдо не должны выдаваться как бы одновременно там да то есть все по этапу готовности не работать на одного человека это там сырое там недожарено там пересолено как они выдержат полную посадку никак просто все будет уходить обратно 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 оценка шефа первое что хотя бы не полный минус ребята я вас порадовалась что шефу пицца понравилось сыр да он сказал хорошие тесто так-то нормально вкусно но не допеклось лазанье мясная спасибо пожалуйста вот да симпатично выглядит лазанье похоже на настоящую лазанье да не хватает специй соус нету томатности это псевдо лазанье все-таки это вкусно ну да видно что это вроде бы более-менее такое блюдо адекватно люди из макарон я бы на лазанье это не назвал бы все равно вот здесь вот я ожидала как раз таки провала на этой лазанье лазанье вид просто бомба как по домашней молодцы и погнали дальше опа и пошка приехала дешевый очень сильным крашеный имбирь соус очень вкусный правильно разбавленный для этого места это почти идеально ролл да ладно порадовала что наши роллы он оценил он просто раньше работал суши в оке каком-нибудь и только это умеет делать ну тебя тоже глаз замылился ты считаешь это крутой бургер да вообще полный котлета я думал это куриное филе никто не поджаривал булку для чего поджаривать булку чтобы соус не впитался она не впитывала очень быстро соус и не стало мякищу а ты посмотри мякищ короче бургер даже пробовать не будет осадились все абсолютно особенно наш шеф готова не было на него жалко смотреть это не рыба это дешевая прессованные монолиты которые продаются в магазинах это пробовать не буду он это все переморожены отвратить ну да есть такие квадратные штуки ментальские или трески я их сам покупаю просто ну как бы я и могу эту рыбу есть одни не всякую рыбу могу есть но ну как по мне для для домашки очень как бы норм то есть в охоточку раз 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 поел но для уровня ресторана покупать уже такие готовые замороженные продукты потом их выдавать мне кажется не совсем нормально мы приходим все-таки в рестик другую атмосферу поймать да мы можем пельмени и замороженные покуплены и дома как бы пожрать они они вот так вот против ресторан себе сибирских накидали согрели просто красиво в лаву ручка украсили наши все-таки до должен быть изыск какой-то если пельмени слеплен тут только ручные соответственно если рыбы то цельная они по если вы прессуете то прессуете сами тогда уже как гостям отдали вот так и отдали ему тоже и в строганов такое ощущение что пюре полная лажа я не могу сказать что то есть невозможно но это уровень столовки пюре не эластичная с минимальным содержанием масла но сухое по пятибалльной шкале еле-еле на троечку у них это как на картинке да красиво выглядит красиво красиво чем на картинке ради этого кексуса можно вернуть все кекс просто класс потому что кекс любят все он идет сюда ребята он идет сюда здрасте константин вам очень приятно и нас тут такой трэш начинается объясни мне пожалуйста как у тебя может картошка валяться на мороженом почему ты или соблюдаешь элементарные профессиональные порядки хранения продуктов планы надо нормально выкинуть пакет чистота в доме залог отсутствия хаоса в твоей голове хранение продуктов при том что я сегодня сама санитария прошла сделала увидела недочеты но я думал может так надо ладно окей нереально было стремно и нечего сказать ну чё такое фарфале макароны вы замораживаете что ли а затем вы макароны замораживаете они сушеные быстрее выдавать софи это же потом надо размораживать получается вы людей кормите каким-то комбикормом они на нее если замораживать как макарон они потом ну не разваливаются просто в кисель не превращаются как у вас екатеринбург здесь собираются не понимаю ты чувствуешь как это кота первоклассница который подпьют ремнем а чистоту на рабочем месте навести отмыть царапу у вас в правилах это не входит ё-моё это ж как будто гудрон их покрыли не входит да входит а почему такая да чё ты может и на матрасе с тараканами живешь еще сковородка жарит стейки то есть вы на этом кормите людей а точнее травите шубик я понять не могу ой там случился просто трешак конечно за это было стыдно попробовав вот это как вам может быть стыдно вы там живете же это вы это каждый видите таки типа вы до этого не видели все я могу сказать что прям хочется плакать ужас наконец-то блин он начал психовать уже а то давно такой приходил что-то там блин тут залез холодильник посуду кидает над ними угорает троллят спасибо большой константин давно не было хуже без строго но я не встречал раз тарелка улетела 23 а это вот реально стрёмно просто помойка зато все отмаркировано все в контейнерах стоит но есть свои плюсы да чтобы смотреть и тухлая не выдать ну где тухлые все равно выдают я не тухлая я просто душнила он все сказал по факту это чего блин общую атмосферу и качество у тебя как раз не под контролем грустно пойдемте все маски сорваны время подводить итоги я хочу понять в первую очередь ваш функционал менеджер по подбору персонала плюс обучение но вы не уделяете внимание обучение поваров у тебя же повар он же вообще не шеф почему за это время софия не нашла шеф-повара шеф-повар в нынешнее время очень недешевая единица штата а вы чем занимаетесь контролирую кухню на маркировку к чему эти дешевые понты да у вас грех единственная композиция которая соблюдается точно кухни я удивлен что у вас тараканов нету а есть моменты когда замыливается действительно глаз и смысле замыливается у нас там заклеивается видимо что это не видно как это не видно чем ты обложилась ими вместо того чтобы взять все на работу управленца логично логично полная посадка мне кажется вы все раскроетесь как тюльпаны самое главное чтобы для кого-то они не были вестниками разлуки до завтра приложим максимально все усилия но я думаю что завтра мы облажаемся даже ангелина таня выйдут за и контролировать процесс катис негативом будет работать завтра все там будет идеально мы будем до последнего стараться и делать всю свою работу ну давайте давайте всю ночь в рум кафе отмывали кухню и наводили порядок теперь команда во всеоружии и готова встречать гостей во хром по кухне нарушения исправили все а апельсин поменяли работали вчерашние замечания заготовки сделали я буду стоять на системе раздачи катя будет соответственно встречать а я как обычно пикофе утром настрой был хороший по старт листу фахитос и все салат морской бриз креветкой темпура лосось и суп сеньор бекон помидор нужно активно предлагать продавать подготовили стоп лист и старт лист о вот это вот это подход неплохой это прям ну не часто они обсуждают здесь уже такой профессионально замечается респект девочки рунков и правда готова на все 100 встречайте шефа привет когда вы приходите на работу какие ваши дальнейшие шаги я прослышал что у вас есть эта система отчетности у нас есть дисциплинарный кодекс контролем некоторые камеры на баре нас даже пишут звук у меня камеры на телефоне я могу ночью проснулась заглянула туда что-то у меня ребята делают трахаются на столе желтую карту 5 желтых карт автоматом превращается в красную это увольнение дешок мне пока что за что получила мальчика обняла варю случайно дисциплинарный кодекс в нашем смысле я случайно объятие это не случайность компания это бред с россии можешь показать мне дисциплинарную карту здесь прописаны основные правила работы обязаны пишите на работу минимум за 30 минут до начала ручей смены предъявят личные вещи к осмотру сотрудник службы безопасности то есть вы насколько я понимаю только сотрудников решите тюремные замашки тут это то это так просто я считаю человек из ходит на работу должен ходить в удовольствие ну не прям уж конечно зажраться так но каждого шага боишься потому что тебя там отштрафуют уволят и еще там ну вот штраф на деньги это вообще для меня там за опоздание там так далее ну проще сказать там давай так если ты будешь опаздывать систематически там до три раза опоздаешь какие-то в кратчайшие сроки там да то соответственно то мы будем по-другому разговаривать возможно даже до увольнения лишать человека денег я понимаю там если какие-то такие нюансы и когда компания страдает именно финансово то туда можно конечно именно штрафные санкции какие-то наложить в виде удержания зарплаты ну а так опоздание минус 500 рублей допустим тут же бред полный там да ну всякое может быть на гвоздь наступил пробку попал еще что-нибудь ну проспал но тоже бывает мы же все люди существуют человеческий фактор девчонки официанты они зашкварены у тебя стоят твои помощники которые просто из твоего заведения сделали гестапо задумайся я буду разбираться и я разберусь и кому же неприятно получать грязной просто почему я по поводу штрафных санкций говорю не буду говорить что за структура откуда и как это мои знакомые знакомые знакомого говоря и у них есть определенный род деятельности они своим сотрудникам говорят ребята извините сейчас аренда дороже допустим индивидуальные часы как мы вам сокращаем зарплату мы не можем увеличить вам ну как бы возможно даже сократим так далее то есть кризису у нас жесткий кризис это было время коронавируса и сотрудники конечно же пытаются идти навстречу потому что хотят работать им работы нравится но при этом начальник приходит сумкой там dior пиджак там gucci и так далее и у нас нету денег если ты ну как бы это представляю себя директором там начальником так далее я вот просто это настолько неуважение иметь к своим сотрудникам и нагло им в лицо врать и при этом как бы приходить в на дорогих вещах это просто я считаю плевок в лицо поэтому я к чему если совесть имеете просто когда людей прям реально грабите дима все понятно ураль посмотрим поможет ли усиление на кухне справиться с полной посадкой первые гости на пороге меня зовут ангелина перед этой передай привет радулькам секундочку передавай это кто твоя аудитория да мне не нравится что она тебя смотрит осуждаю ладно всем привет привет от вам от евгения роднулькинова да что для вас штрудель с курицей мне кажется надо попробовать вначале волнения не было полная посадка нас обычная суббота пятница первый заказ салат осень в париже штрудель с копченой курицы и к салат морской цветок солянка лосось на гриле к ним овощи гриль хорошо все услышали да да первый заказ пошел и кухня начала готовить да пасту кардинал картофельные шарики роллы сеньора вот бекон помидор и нам пожалуйста одновременно и побыстрее мы очень проголодались конечно же всем надо побыстрее что-то не так скажу гостям я очень сильно волновалась или говорит не может инсульт сейчас будет что вы пристали человеку и некрасиво начали другой день морской цветок для вас осень в париже супер удачи необычную у меня прям париж молочные коктейли первые два стола выдавались четко софия вот в этих двух заказах есть хоть одно блюдо которое официанты должны были сегодня рекомендовать из стартеста да ни одного чем тогда занимаются твой тренинг-менеджер и соответственно официанты ведь официант это продажник а у тебя сейчас официанты халдеи него женщина говорит я хочу салат не буду же ей прописывать что-то с креветками по старте 100 ну да я согласен здесь и если честно говоря один раз мне официант предложил как бы салат я такой блин думаю надо попробовать пойти на встречу потому что я смотрю на ножах ну ну как бы этот продает человек значит надо вот она мне продала соответственно какой-то салат с грибами шитаки что-то такое не приносит как бы и салат стоил как бы ну не дешево там рублей 350 может 400 стоил там кроме грибов блять эти шитаки из как бы листья салатов подлитый соусом ничего не было я попробовал такой поел думаю да глобально меня конечно обманули сейчас и после этого я честно не хочу ничего подобным по совету официанта покупать не блюдо не хочу продай мне блюдо продай мне блюдо мне не до этого сейчас я нужна там гостя вода грустно один раз обманули и все на всю жизнь теперь ну тогда ей продай ты хочешь чтобы она тебе продала то есть я вообще что здесь не стоит ни во что вопросов нет было неприятно было досадно ты плохо занимаешься подбором персонала если у тебя официанты даже хозяйку не слушают но вы очень плохо занимаетесь тренингом если ни один официант не продает то что должен продавать одна не хочет 2 не будет но не выполнять свою работу правильно у вас все вкусно давайте переделаем салатик вам другой выберу ничего себе ну молодец кстати молодец молодец она это услышала запомнила вот это вот галочка что-то не похоже что у кати есть более важные дела чем контроль зала стол с ребенком менеджер зал должен подойти и предложить ребенку раскраски фигас ничего не предложили менеджер не подходил почему будьте сегодня на ее месте я бы находилась максимально в зале ну раскраски фигаски я не знаю ну ниже не детская комната в конце концов раскраски отнесите внешний вид неплох но я попробовать не могу потому что вам не принесли вот это сервис гости же просили одновременную подачу ребята новый заказ лосось на гриле кредки мурне морской бриз лососем посмотрите какое меню просто надеюсь на качество блюда это не повлияет а пока повара хлопочут на кухне в зале катя пытается исправить свой промах и вот теперь она пошла это отдавать хотели бы занять себе чем-нибудь таким чтобы раскрашивать например я тебе сейчас да какой ну посмотрите дружаечка пусть солнышко и блин не ребенок раскраски нет потому что ребенку надо уже есть но я просто умею принимать решение не обдумав по-женски что ли я если что не злитесь на меня просто еще раз хочу эту фразу переслушать просто умею принимать решение не обдумав филадельфия биг будет вообще первые принесли быстро переделывалась уже минут двадцать еще раз вернусь салатом обещаю гость долго ждал голодный сидел креветки черные сковородка гриль видимо со старым маслом расистка не нравится черной креветки креветки в углях не очень бы хотела кушать для вас салат переделать наверно да вот так надо креветочку и обратно положить все еще один делать на срочно кухня начала переделывать началась маленькая задержка эту овощи green софия ну тут тебе принесли тебе понравилось это овощи жареные в земле и екатеринбуржцы это быдло и поэтому могут есть все херню всякую девиз вашего заведения такой но потому что это ненормально дни овощи горе фиаско вот такой зал не будем отдавать волнение началось наверно на четвертом пятом столе свинина лосось карбоната не надо одновременно еще не готова кухню просто не успевал неудивительно а вы куда сейчас это мясо будете резать мороженое на что у нас свинина пикантно ну как это но она же мороженое это какой у вас такой офигенный внутренний стандарт никакого твоя система заколебать официантов персонал внешне а внутренней системы нет контролирования просто качества объективно конечно жирная масла очень хорошо для вас переделать очень много блюд это отказы мы тратим время на то что мы переделываем блюда язык запеченный неудивительно что свинина не понравилась ведь размораживали ее неправильно у каждого стола была какая-то претензия и ты вроде пытаешься решить одну ситуацию тут же возникает еще две три шеф а почему ты ничего не пробуешь потому что я цене вообще не ты должен пробовать как он гордо и сказал я доверяю если я пока ну такое блин такое но свинину ты же готов готовишь конце концов это разве не запрещено нет это не запрещено это бред какой повар должен свеж пробовать это как веган будет готовить мясо но такое оговорка доверяй на проверяй может тогда и возвраты не будут сыпаться один за другим креветки мурные пожалуйста овощами гриль получается я не мясо потому что я за животных но я могу пожарить чей-то труп это надо это надо все надо вам не спелые овощи просто в масле помидоры зеленые в принципе он безвкусно сам по себе что-то другое можете подобное предложить микки джун он очень вкусный очень много было возвратов ожидания ставьте на все они даже переделывать не успевают твенина пикантная для вас за полтора часа это первое блюдо у меня по таймингу нарушений было много а будьте любезны не видит нас креветки мурные ребят у меня огромная просьба говорите номера столов она вынесла креветки не за тот стол хорошо молодец такая блюда которые стояли на раздаче непонятно было куда нести ты на какой стол поставила 306 это будет это был 304 она очень долго ждет ангелина потеялась какой-то момент эх девчонки сейчас нахватайте желтых карточек за свои ошибки вы не кушаете салат потому что вам не понравился да кислятина какая-то приносим свои извинения и не кажется очень много заправки для меня кисло шеф для тебя на территории салат было просто невозможно я просто их боюсь там всех переубивать то как там готовится просто кошмар у нас новый заказ лосось на гриле овощи гриль время 15 минут овощи гриль не начали даже очень долго больше часа я сегодня кажется на диете остаюсь неплохо реально голодный ничего не выносит руководитель должен какой-то четкий алгоритм действия нам поставить чтобы все пришло в норму сегодня этого не произошло про поводу бурита я узнала 10 минут просто 20 минут на приготовление а теперь час просто хотел докопаться до чувака чувак не знает что такое утюг просто 20 минут на приготовление а теперь час 10 минут обещаю так и забудете начали да начали начали где мы ждем а другие креветки мурные мне еще человек ждет креветки мурные я еще не начала салат отдается 40 50 минут про горячее вообще молчу полтора часа какой-то по вкусу и с таким временем закрываетесь не мучайте людей сейчас мы не остановимся но это просто будут гости ждать еще очень долго я пару сушения остановить ресторан дорогие гости я хочу очень сильно перед всеми извиниться мы сегодня не справляемся это вообще носом разочарованные гости покидают кафе так и не дождавшись своих блюд ягодки чая были самые вкусные это единственно что я сегодня покушал очень много суеты все было очень долго чуть голода у не умерла салат был абсолютно невкусный качество страдает ни одного человека не было такого кто бы не ошибся ни разу заслужили карточки получаются все становитесь в ряд сейчас опытный рефери расскажет кому место в команде а кому на скамейке запасны почему осуществует идет я понять просто не могу сколько сегодня татьян в целом было возвращено блюд я перестала считать наверно после десятого это нормально нет значит система то опять не работают ваши а в данном случае твоя доверие наша система сегодня провалилась полностью она простроена неправильно и мне нужно ее полностью менять я спокойно сегодня был понимаю том что ничего не изменится не шеф не повара ничего не хотят работа твоих сотрудников это ты ты хозяйка но видимо я плохой управленец ты хороший человек я тебе помогу я хочу сейчас от тебя услышать кто остается хороший человек это не профессия если что в новой концепции сложное решение ведь повара далеко не профи а управленцы ну неси нож как-то повара более-менее справляются своей работой как я считаю не прямо все хреново их просто надо обучить и они по крайней мере ну отдают все постоянно не ныли ничего просто делают свою работу молча тут я им респектую достаточно найти хорошего шеф-повара который будет доводить работу до конца профессионально по поводу управляющих и так далее ну двух этих девушек можно в принципе убирать как по мне потому что девушку светлую как это точно а что там не суетилась даже просто как-то как будто бездействовала бездельники но что же решит хозяйка этого душой болезнь сильно боялась моменты лишние звено и я же не справилась со своими должностями я считаю что все осталось сегодня эти люди выкладывались на сто процентов не не согласен не все но видимо им не хватает и навыков знаний если часть людей здесь останется ничего не изменится тогда и я тебе помогать не буду смысл живите тогда сами с этим рестораном который вы здесь создали до свидания то есть он прямым текстом сказал нужно кого-то уволить решай блин я увольнял только один раз человека взрослого уже крыш не самое приятное вообще не самое приятное вот сейчас у меня товарищ должен уволить своих компаний 10 человек я говорю ну как выбираешь я даже не знаю как типа что делать как говорится то есть у него это тоже кем я нанимать на немало валясь никогда не увольнял вот так вот чем больше ответственность чем решение все сложнее и сложнее хотела разреветься ошибки мы поняли что дело дальше непонятно ты-то чего ревешь-то пусть поди хатика моя заплакала похоже боевая хозяйка не хочет мириться с решением шефа константина попросила еще раз поговорить с шефом какой-то момент я вообще хотела все бросить и уйти я же не просто так вывел тебя на эту историю чтобы ты приняла решение с кем ты останешься я хочу же ты это просто осознала что есть люди в твоем коллективе которые реально недостойны катя неправильно подобрала команду неправильно она просто не хотела говорить в лицо ей нужно было профессиональное мнение то есть кого надо убирать почему надо убирать а так она не поняла пила кофе на тренировала и ведет не в ту степь кухня вся не твоя как они готовят эти приведу поваров у тебя есть таня как менеджер за у тебя есть два хороших официанта мы справимся после разговора с шефом я приняла для себя решение что нужно как бы убегать от проблем нужно их решать вдохновленная софия спешит снова собрать сотрудника мы сегодня по полной программе облажались не все кто у нас работает занимают свои места по праву мадина и рая не увидели мы вас интереса поэтому с вами прощаемся вообще по ура тут не умеет готовить екатерина тебе красная карта плохо ты справляешься с подбором и обучением персонала прислушалась к мнению шефа молодец приняла конструктивное решение убрать лишнюю единицу то есть меня надеюсь что они сложатся все в дальнейшем прекрасно а я ухожу всем пока ну надеюсь это хотя бы искренние слова и она хотя понимает почему это произошло оценивать свою работу плохо и так как ну слова конечно лишь типа лишняя единица такой прям язва небольшая была почувствовали нет просто я лишняя единица такой я очень бы хотела чтобы нас изменили хотела бы общую направленность сохранить чтобы изменения лучшую сторону именно пошли уровень кафе всю ночь трудился шеф ивлет чтобы превратить невзрачное угрюмое заведение в модное и яркое кафе оценят ли его работники травушка там какая-то сразу же мне бросилась глаза зелень которая освежает войско не твой ну симпатичный говорит главка вообще классно с двумя сиденьями со столешницей очень здорово чем мне очень понравилось что не тронули название оставили наш логотип от этого прям очень круто наверно странно его менять там что его вместо все знают она остается 24 часа работать поэтому наверно есть соль оставить все как есть в плане названия 4 свадьбы я вообще суперский потолок как сад только наоборот ой ничего себе птички прям ой ты боже мой у нас появились страна ты нахлебники кормить придется зеркальце новых декорации виде клеточек сами птички в клеточках попугайчики не пострадали так будет это комфортно гости не будут видеть друг друга легкие шторы воздушные не ощущение атмосферы цветущего сада такого легкого поющего французский прованс что-то такое мне навеяла общая наша атмосфера шеф постарался на славу обновил входную группу отделил зоны посадки нежными шторками и тонированными окнами купил новую посуду повесил зеркала украсил потолки накрыл столы яркими скатертями и наполнил весь этот цветущий сад пением живых птиц на все это шеф потратил 300 тысяч рублей две конорейки стоили только по 100 тысяч все остальное на ремонт всем здравствуйте рад вас приветствовать птички и невелички это одна из историй которая отвлекает внимание этот период ожидания че у него с глазом видимо один из вольных поваров его нашел и вилка в глаз дал между заказами люди хотят чем-то заниматься то что человек все и просто так он начинает зачем-то засекать время искать минусы я сразу представила как здесь будет уютно комфортно нашим гостям особенно парочка такая романтическая ну да миленькая очень миленькая на самом деле эксперимент и решил часть команды ваши все-таки оставить баха за тебя софия поролы со мной из-за тебя тоже евгения женщина замечательный человек не ну она такая приятная и все-таки маркировки то остались как строгая мама которая любит которая воспитывает когда случается какая-то беда вот тут она же не всегда подставит плечо всегда поможет всегда разгулять вам придется не доказать что софия сделала правильно выбор нет я думаю что не зря у вас меню было гигантское бестолковое я иду делал на базе несколько соединений первое это быстрота второе это чтобы на все вкусы хватило как говорится конечно я буду скучать по нашему прошлому огромного махине вот этом бумаге это все же лучше одна бумажулька бумажулька 1 все же лучше конечно лучше проще тащить одну справку чем медицинскую карту большую и живется легче и так вашему вниманию картофельные суши с подкопченной скумбрией ой 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 как интересно как вот это вроде просто а вкусно лосось слабо соленые сырным кремом и корнишонами лосось в соусе теряки с лапшой какой соус прям как мармеладик сверху оладушки блинчики ну заготовочку сделал пожарил все не сложно нет давайте пробуйте друзья мои куриная филе с грибным стоит взрыв башки очень вкусно промочить девчонки пробуйте суп огуречный гаспачо это что-то из разряда гастрономического оргазма это круто что-то нечто гастрономического оргазма то есть было и лучше на я так понимаю вот девчонка хитрая очень вкусная солянка сравнить с прошлой солянкой она прям в разы лучше чем было ребята вот эти оладушки я буду есть каждый день просто вот печеночный торт это просто вот сказка вот у меня это блюдо из детства я в детстве вообще не любил а потом с возрастом что-то прям есть много прям блюд который в детстве не терпишь а когда вы начинаешь вырастать и не какую-то другую краску приобретают они прям вообще зайдут начиная от рыбы заканчивая курицей мясо все там есть пушка просто и дарна сил поваров которые сегодня мне и бахи помогут иван мокров алексей устюжанин то что у нас появились новые повара это очень прикольно нам надо найти с ними общий язык ребят пришли как все они с пустыми руками ты-то я насколько понимаю бахи ну а это нашим прекрасным девчонкам это пижамка вы же хотите быть домашними я сидела когда увидела пижаму всегда хотела на работе пижаме походить а пока девочки готовятся покорять гостей новыми нарядами шеф даст поварам мастер-класс бах а ты чё там отрезал то есть у тебя вот это все осталось баха ставь доску давай обрезай вот эти все срочно три минуты даю все эти сопли обрезать обсушить первый день мне орал меня ничего не изменится давай баха учись а мы сделаем супер воина кулинарного справиться это спрингерл тесто четыре мгода хипу пайс 4 чувак у тебя отличный шанс бесплатным взять мастер-класс для твоей профессии впитай его ты же не в школе учиться тебя не через палку заставляют там замазала яйцом берешь вот так вот и натягиваешь подтягиваешь чтобы тебя не было стараться пустот вообще легко наконец-то женщина с правильными руками я так тебя искал моя наргиза богиня когда очень мало хороших поваров заготовка должна быть выверенная до минимализма для того украшения смог спокойно то обслужить вот у нас треска что повар делает он берет цукини картошку уже препарированный томатный соус поливает им и ставит духовку запекаться повара подготовлены пора встречать гостей все началось я думаю мы справимся добрый день что я буду с курицы и филе трески лосось запеченный соус терияки кухня первый заказ холодный цех цезарь филе трески горячий цех лосось терияки наконец-то после человек который контролировал зону раздачи уютно мне официанты костюмы понравились пожалуйста ну не знаю я все как-то некомфортно чувство в заведении в пижаме находясь когда мы себя был официантом не моё комментариях напишите кого вам было бы очень приятно видеть что же не включилась в работу больше внимания уделяла гостям ты еще тут ну как вкусненько было поела уже супер-супер-супер ну я рад давай досмотрим до конца чуть осталось солянку я чуть не помню екатеринбург просто славится милейшими детьми он как я подлезал не успели взять второй заказ а на кухне повара уже отдают первые блюда как дела ребят отлично первый заказ первый курс отдали замечательно бахром энергии за очень включились в работу это просто чудесно меню чай кофе сок минеральная вода оба готова заказы правильно приготовили браво сразу ты не радуйся первый заказ повара который привел константин на кухне показали мастер-класс как нужно работать курица не сухая как обычно вот мы заказывали с тобой помнишь смотри какой красот мы успевали всех корни все очень быстро отдавали филе трески лосось терияки вот это твой стол все отлично спасибо пожалуйста приятного аппетита спасибо подача очень красивая безумно классная атмосфера прям по кайфу я чувствовала руководство от жени официантов будто подменили похоже женя хорошо с ними поработала может шеф ошибся и женя настоящий профессионал жизнь ведь сюда можете объяснить мне у вас получилось одинаковое блюдо не знаю получилось то вы заказали что рулет из кролика и на второе лосось вот скажите пожалуйста откуда эти блюда здесь оказались так и же разные блюда нет второй момент гости едят не доели еще холодно им зачем-то загрузили три блюда два из которых горячим согласна полностью так вы в зале же и находится вы должны немножко тогда контролировать свое молодое поколение скажи так скажи это посмотри туда сделать то для меня это тактичность внимательность ложный вас поверила софия вы ей благодарите вот такой работой ой как тыкнул как котенка прям свою какашку молодец а запуталась столами конечно что там запутаться можно мы не освоились и я где то немножко поплыла шеф чуть чуть не плыви ты человека подставляешь если сомневаешься можно спросить эту работу делать не нужно ну зачем давай у тебя роду на примут давайте зашьют на не знаю там аппендицит вырежете на отъебись ображает то что они делают кухня команду получила при помощи шеф заказ проверять сейчас мы блины только что проработали этот момент сейчас пойдут дальше константин указал на мои ошибки проработали автоматами работам наладилось отлично ваня иди сюда давай чтоб точно прям внимательно что это и какой стол это у нас рулет из кролика будет на стол номер 35 все супер и гаспачо туда же забирай гаспачо пожалуйста приятного аппетита ангелина запуталась но в принципе быстро пришла в себя женя работает официанты и справляются софия как настоящая хозяйка может насладиться общением с гостями хотела бы узнать ваше мнение относительно нашего нового меню приветки очень классные я нигде не видела такой подачи очень вкусно спасибо как рыбка вообще вкусно особенно с томатным соусом все довольны и все хорошо насекомые себя даже у меня цветочек живой стрика за себе там все на свитке я вот не видела такого потолка еще нигде а вот и еще одна особая гостья пожаловала нам пришла екатерина которая вчера уволила кать ну как тебе наши изменения мне по барабану очень я пришла сюда насрать посередине просто у меня мурашки честно по меню ничего сказать пока не могу сейчас попробовать но вот стиль интерьер искренне мне очень нравится я думаю что гости будут долго сидеть блин вот надеюсь есть такие люди на самом деле вот и государство говорит искренне вот это все потому что ну человек уволили она понял поняла что как в чем-то не права может будет обучаться сделать свои нужные правильные выводы и пришла такая искренне просто человек радость как ну ну да ну не срослось у нас но я рада что у тебя все получается если вот такие люди прекрасно свяжутся купили чайку в принципе ну разошлись без обид ну хорошо так горячий чек с вас оладьи и креветки ночью домой будет идти ей просто заточку в печень по одной порции ничего не забывается и ничего не прощается рыбка очень вкусно прям нежная тает тает во рту я надеялась конечно косрули принесли тебе красивая подача очень и курочка обалденная все были очень озывчивы всем очень все понравилось даже было не запарно мне даже понравилось а что скажет бывшая работница катя оладьи очень интересная подача очень сытные вкусные нежные соус не зашел но это мое личное мнение а вот этот вот соус у максима попробовал он просто бомбический получила обратную связь от гостей что все у нас очень вкусно все понравилось и обязательно вернуться к нам еще молодцы это очень приятно слышать а прикиньте уволили просто для вида на самом деле она поэтому такая добрая и в лифу едет к команды пятницу ей то надо выходит на работу и все по старой схеме вот такие моменты я понимаю что все не зря так солянку отдали курино-филет мы все дали замечательно несмотря на небольшой хаос команда рум-кафе собою довольна но главные судьи конечно же гости было все очень быстро вкусно готова сюда приходить каждый вечер здесь офигенные холодные блюда я в восторге от этого интерьера там так было все темно страшно а сейчас я кайфую а птиц это вообще что-то удивительное вот такого точно нигде нет супер вообще ну а последнее слово как всегда остается за шефом как работается в этом наряде очень удобно намного интереснее униформы нежели у вас было да надо еще тапочки короче к нам тапочки потом можно в принципе халатики какие-нибудь уже идеи идеи полетели такие нам понравилось ну согласитесь всегда необычно открывать что-то новое а не классически старая да да женя вот ты сегодня тоже видел до определенные плюсы и минусы хочешь поменять какую-то структуру управления да хочу а на что у тебя будет основной тезис базируется на обучение персонала сегодняшнего дня мы отложили наш дисциплинарный кодекс долгие ящики но нахер он нужен это очень тонкая наука ресторация я тебе действует каменный цветок такой сделал буду надеяться на то что он тебе принесет удачу поэтому пусть он здесь стоит вот именно в таком состоянии расцвел и никогда не чахнет это тебе буду надеяться на то что у вас все получится пока бога надо куда-то поставить будем пылинки села сдавать эти адовые три дня когда мне хотелось провалиться сквозь землю слать все чуть-чуть плохого в том чтобы говорить правду по поводу сколько идет ремонт и так далее я не верю что за один день хотя у них там вроде ничего такого необычного не было ни один день грубо говоря там да мы все же знаем прекрасно что в неделю кому делали так далее а тут три дня к чему это ни о чем не нужны и иллюзии ну не делал неделю делали что нам от этого не горячо не холодно вообще и сейчас мне даже жаль что эти три дня закончились потому что это была мощнейшая прокачка для каждого огромное спасибо за такую встряску прокачку результатом очень довольны наше заведение больше не получится ни желтой ни красной карточки потому что вы стали нам надо открыть и намного домашней и намного вкуснее самое главное о как говорится и пригодилась ну что тяжелый был денек но справились самое главное что справились принципе ну меню мне понравилось переделка там внешнего тоже понравилось надеюсь у них также будет все хорошо более-менее нормально все таки хочется верить что это хорошее ну а вам большое спасибо что смотрели до конца если вам понравилось можете поддержать меня своей подпиской то еще не подписан колокольчики всякие там и лайк лайк и комментарий в общем рад был вас видеть я вас крепко обнимаю с вами был радик пока пока